Несколько вопросов. Некоторое время назад азербайджанцы, некогда проживавшие на территории нынешней Армении, направили письмо армянским властям с предложениями начать контакты по вопросу их возвращения. Как вы можете прокомментировать такое предложение и перспективы в рамках мирного армяно-азербайджанского процесса? Ну, насколько я понимаю, схожие заявления были сделаны и с армянской стороны касательно возвращения армян на территорию Азербайджана. Данная тема имеет, как тоже вы знаете, весьма чувствительный характер. Она должна все-таки рассматриваться в диалоге между самими сторонами в контексте примирения двух народов. Основу процесса армяно-азербайджанской нормализации составляет комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Он охватывает и гуманитарную проблематику. Задача главная на сегодня – последовательная реализация Баку и Еревана всех положений, упомянутых договоренностей. И последний вопрос. 20 марта понедельник спикер парламента Армении Ален Тимонян заявил, что даже после недавнего визита Генсек в ОДКБ в республику Ереван по-прежнему считает, что организация уходит из региона и что, в принципе, ОДКБ ничего не предпринимает, поскольку у нас требует свое отсутствие. Вот данное заявление прозвучало кто-то, кто глава МИД Армении в Москве ответил, что Ереван не отказывается от ничего. Анна, давайте так. Давайте я все-таки скажу, что мы действительно буквально недавно из первых уст официального представителя на таком высоком уровне, министра иностранных дел Армении, услышали прямую речь относительно того, что они думают относительно ОДКБ. Это официальная позиция. Человек уполномочен делать такие заявления. Я также, да, и хочу обратить внимание на то, что текст выставлен, видео выставлено этого заявления на сайте Министерства иностранных дел. И было подтверждено, что вопрос о развертывании миссии ОДКБ в Армении прорабатывается. Это первый блок, самый важный. Второй момент. Сколько политических деятелей, столько будет различных толкований, мнений, возможностей, кстати говоря, обратить на себя внимание ярким заявлениям. Ну, вот я не первый раз действительно слышу вопрос относительно того, что означает фраза «ОДКБ выходит из Армении». Я хочу еще раз обратить эти вопросы к армянской стороне, но со своей стороны, может быть, добавить вопрос, как те, кто это произносит, видят процесс входа ОДКБ в Армению, если они фиксируют выход. Вот как они рассматривают вход, ведь, наверное, каким-то образом они это видят, ну, просто в качестве такой мысли. Так, если у вас все, то... Продолжение, да, она говорила о том, что используется миссия ОДКБ, да, уже используется в каких-то там своих целях эскалации. Как вы это видите? Кто сказал? Я не поняла. Да, а с пожарской стороны обращала внимание, что миссия ОДКБ уже используется для какой-то эскалации. Ну, мы говорили сегодня о необходимости снизить и тональность обоюдных заявлений, что не должно вести к эскалации. И я уже говорила о том, что какой-то добавочной стоимости по участию Запада в так называемом, как они говорят, их участие в урегулировании конфликта, как-то не проявляется. Ведь это же должно иметь какое-то проявление, мы же должны видеть те успехи, которые они привнесли своей деятельностью. Вот просто этого нет. Можно говорить все, что угодно. Фактов как-то не обнаруживается, их конструктивной роли. Вот к этому так мы и относимся. Спасибо. С нами или Рейтер?